Еще 30 суток ареста. Суд Аргеева удовлетворил запрос прокуроров по делу жестоко убитой молодой беременной женщине. Срок предварительного ареста Георгия Катарабаю продлили. Именно он проходит главным обвиняемым в похищении, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью Анны Марии. Правоохранитель утверждает, что подсудимый не сотрудничает со следствием и вину свою не признает. В наручниках и в сопровождении четырех полицейских Георгий Катарабай вновь пристал перед судом Аргеева. В зал зашел спешно, отказавшись отвечать на вопросы корреспондентов. Заседание длилось около часа. В итоге судьи удовлетворили запрос стороны обвинения. Катарабай еще 30 суток проведет в 13-й тюрьме. Адвокат обвиняемого утверждает, что его подзащитный виновным себя не признает, но со следствием сотрудничает. Суд продлил срок ареста на 30 суток. Какова его позиция? Он выступал с заявлениями. Нет, с заявлениями не выступал. Он пользуется своим правом хранить молчание. Он по-прежнему не сотрудничает со следствием. Сотрудничает. То есть он признал свою вину? Я же вам сказал, что нет. Тогда в чем заключается сотрудничество со следствием? Делал ли он какие-то заявления? Он использует право хранить молчание. С другой стороны, прокурор отметил, что Катарабай после предъявленных ему обвинений в похищении и убийстве не делал никаких заявлений, тем самым отказавшись сотрудничать со следствием. Вскоре обвинители намерены предъявить ему еще обвинение в изнасиловании. Напомним, вечером 12 апреля Анна Мария села в машину на остановке общественного транспорта и пропала. По версии следствия, Катарабай, 45-летний бывший сотрудник правоохранительных органов, ее похитил. Его задержали через несколько дней после исчезновения женщины. К делу приобщили видео изъяты с камер видеонаблюдения, которые установлены как вдоль дороги, по которой двигался автомобиль, так и рядом с домом обвиняемого. На кадрах отчетливо видно, что Анну Марии привезли туда, а через несколько часов вынесли, поместили в багажник и увезли в неизвестном направлении. По данным правоохранителя, молодую женщину в доме держали насильно. Позже ее бездыханное тело нашли в лесополосе в 20 километрах от жилья обвиняемого. На теле при этом были следы насильственной смерти и пыток. Мужчине грозит от 20 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.